Добрый день! Сегодня наш фонд наука за продление жизни, а также организация пациентов Open Longevity. Мы проводим в преддверии наших нейрошколы, которые будут с 1 июля. Проводим лекцию про биологические часы старения. Будет читать наш спикер, спикер долголетия, научный сотрудник Института биоорганической химии Александр Кудрявцев. Сегодня нам, я думаю, интересно и познавательно расскажет о гипоталамусе и биологических часах в целом. И мы сегодня хотим постараться сделать чуть-чуть необычную лекцию, а именно давайте перебивать докладчика. Давайте ему не давая говорить, то есть у нас идея в том, что мы же все по-разному подготовлены, и может какой-то вы термин не понимаете, но как-то неудобно, как-то неудобно, я вот не знаю, но из-за одного термина вы можете упустить суть. И поэтому поднимайте руку, кричите, я не понимаю, давайте знак, что вы в беде. И таким образом мы постараемся ответить на вопрос и дать как можно больше знаний, чтобы вы все-таки из лекции не просто потратили время, но и больше узнали, и пусть какие-то пробелы не будут вам мешать. Поэтому я вас призываю всех говорить, не стесняться, что вы что-то не знаете, уточнять у докладчика. И таким образом мы хотим, чтобы знания биологии старения не доходили до широкого круга слушателей-читателей. Еще раз, Саша, ну точнее без еще раз, а просто передаю тебе слово. Да, хорошо. Просто по опыту предыдущих выступлений лекция получается довольно-таки сложной, и поэтому мы решили, что надо давать возможность людям спрашивать, поэтому мы выстроили лекцию в таком порядке, чтобы она была максимально дискуссионной, и максимально люди как бы узнавали для себя что-то новое, впитывали это, пропускали через себя, рассуждали как-то, а это возможно только в ходе обсуждений, потому что только если слушать, то это как бы не тот эффект. Да, еще раз представлю, что я сотрудник все-таки Института биохимической физики. Есть такой Институт биорганической химии, там тоже работал. Вот. В общем, лекция у меня называется «Большие биологические часы». Вообще есть одноименная книга, так называемая «Большие биологические часы» Дильмана. Очень советую всем ее почитать. И вот в плане своих рассуждений, в плане подготовки вообще этой лекции, вообще лекция является как бы таким… Я как бы вам показываю, о чем я рассуждаю, о чем я мыслю, как я пытаюсь разобраться с проблемой старения, как я вижу ее основные причины, основные причины старения. Да, и в общем, таким образом я стал в ходе своих рассуждений, я дошел до гипоталамуса и пришел к собственной книге, к этой «Большие биологические часы». Очень советую всем ее почитать. Но давайте начнем. В ходе лекции вы поймете, почему это так, почему гипоталамус, почему «Большие биологические часы». Лекция будет выстроена следующим порядком, что вначале мы поговорим вообще о старении, о проблеме старения, и поймем вообще, в чем она заключается, вообще такая проблема старения. Потому что на двух предыдущих лекциях я рассказывал об атеросклерозе и болезни Альцгеймера. Там мы затрагивали именно возраст зависимых заболеваний, не просто как сами заболевания, не как аспекты старения, а такие специальные случаи. А здесь мы поговорим только об общей проблеме. Дальше мы переключимся к понятию гомеостаза, которые очень непрерывно связаны с проблемой старения. Поймем, какой роль в поддержании гомеостаза играет эндокринная регуляция, и разберем его на примере о старении репродуктивной системы. Ну и также затронем проблему старения гипталамуса, которая является причиной всего этого. Ну, собственно, вначале поговорим о том, что такое старение. Ну, вообще говоря, жизненный цикл человека, он довольно-таки схож у всех людей. Вначале мы рождаемся, да, мы становимся такими младенцами, потом юношами постепенно увеличиваемся в своем размере тело. К 21-22 годам у нас достигается пик нашей зрелости, так сказать, и затем идет наше угасание. Ну, вот что в данном случае является старением? Где оно, по-вашему, начинается? Сразу. Сразу. Сразу после лета. Хорошо. А когда заканчивается развитие? После полового созревания. То есть после полового созревания заканчивается развитие, начинается старение, вы считаете, да? Нет, нет. Хорошо. А как тогда в таком случае, ну, вы согласны, что атеросклероз – это возрастозависимые заболевания, которые, ну, непрерывно связаны с старением, да? Да. Да. И ведь есть же такие, как бы, случаи очень нередкие, да, фиксировали, даже младенцы родились, рождались с симптомами атеросклероза. То есть у них были липидные полоски в сосудах, это все очень было хорошо видно. А вы должны увидеть, что такое старение, мы вам скажем, что вы считаете. Да, правильно. Но все-таки для этого надо сначала как-то осветить проблему и как-то ее интуитивно обозначить, да? Где для нас проблема старения? Как мы ее чувствуем вообще? Вот где у нас заканчивается развитие, где начинается старение? То есть, ну, как бы, такой границы провести нельзя, да? Как вы думаете? Где это про возраст или где это организация? Ну, вот, по возрасту или где вот она, вот, на этапе юноши, да, когда еще период полового созревания, или на этапе, когда уже, как бы, зрелый возраст, когда, значит, заканчивается репродуктивная функция. Старение – это шалонированный процесс, партия, составные части которого возникают на разных этапах развития, ну, и на разной временной линейке. Одно старение пришло еще прямо, еще до того, как человек родился вместе со сперматозоидой или яйцеклеткой, какие-то новоцветные, вместе до ДНК. Какое-то возникло после полового созревания, а что-то пришло и 45 лет. То есть, это половое время обращения всех этих людей. То есть… Это шалонированный, многослойный процесс. И его элементы могут возникнуть всегда в любое мнение. А это связанный процесс? Ну, какие. Если элементы появляются в разное время, то… Взаимосвязанное, одно, 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 второе, третье, и так закручиваться. Хорошо. А? Взаимозависимые процессы. Это взаимозависимые процессы, да. Но вот в данном случае я вам могу сказать, что в биологии, например, в эмбриологии есть такое понятие, как онтогенез. Да. И это довольно-таки запрограммированный, вообще говоря, генетический процесс. Да. Это генетически детерминированный, генетически запрограммированный процесс. То есть, ну, посредством генов наш организм понимает, когда нам нужно синтезировать что-то. А вот как вы думаете тогда, старение записано в наших генах или нет? На самом деле складывается впечатление, что вот как программа разработана, развитие, она генетически запрограммирована и определяется целиком и полностью нашими генами. Складывается впечатление, что и программа старения, она тоже, она определена. И как бы она определена природой. И как бы в ходе жизни программа развития, она как бы переходит в программу старения. И в итоге получается, что природе нужно, чтобы мы умерли. Но у природы такого свойства нет. У нее нет понимания цели, у нее нет... В природе есть такое понятие, как... Ну, природа причиняется законам математической статистики. То есть, те особи, которые больше размножаются, они в итоге выживают. Просто потому, что их становится больше. Ну, это просто закон статистики. Ну, вот, говорить так, что вот у природы целью является нас убить, что у нее есть какая-то такая вот программа нашей смерти, это, ну, как бы так, очень спорный вопрос, потому что у природы нет цели. А зачем? Ну, это как-то, ну, как бы, это как-то помогает нашему, нашей жизни, нашему развитию. Нет, это нам это совершенно... Нам это совершенно не надо, да? То есть... Однако, ну, вообще говоря, многие считают, что этот процесс, он, в общем говоря, случайный. Но нам, вообще говоря, очень удобно и полезно было бы считать, что этот процесс запрограммированный и определенный. На основании чего мы можем такие выводы сделать? Во-первых, есть определенный спектр возрастозависимых заболеваний. И люди, на самом деле, они умирают от конечного списка заболеваний. То есть мы можем взять МКБ, да, и вытащить оттуда тысячи заболеваний, всех возможных. Однако, в ходе старения мы приходим к тому, что большинство умирает от атеросклероза. Сейчас набирает свою силу нейродегенеративные заболевания. Очень много людей умирает до сих пор от рака. Важный аспект пожилых людей, то, что у них развиваются аутоиммунные заболевания и психические различные расстройства, так же, как и гипертония. И, ну, это как бы список, он очень определенный. Он соответствует всем людям, и на самом деле он присутствует у большинства пожилых людей. Таким образом, мы можем сказать, что как-то это все-таки предопределено, что это не случайно. Как вы думаете, мы можем такое вывод сделать? Или все-таки есть сторонники случайной теории старения? Они разные, но вы согласны, что их не больше 15-20? Но говорит ли это в пользу случайной теории старения? Случайные компоненты как-то не умеют. Они есть, да. И, по крайней мере, в каких-то функциях не имеют эклама? Да. Но вот что тут является первоочередным? Это случайные компоненты или детерминистические? Вот я вот тут на графике приведу такую вот вещь. Первое. Вы согласны, что человек все-таки умирает от определенных каких-то болезней? Человек не умирает от абстрактного старения? Не согласны. Хорошо. Каким образом тогда человек умирает от старения? Устарение просто, ну, не умирает. Нет. Просто стадию старения назвали, лечить старение. Назвали теоретные заболевания. Это лингвистическая параллельность. От чего умирает человек? Человек. Это не стадия канала. Это на вакцинарный процесс, но в параллелье канала. Да, и просто идет неграданс, а тинсу. Просто человек, конечно, в счете, вверяется за того, что кислород не поступает в мозг. Все, вот-вот от чего вверяется. Да. А что это вызвано? Это опухоли, инсультов, инфарктов. Это уже некоторые варианты. И все это вместе можно назвать старением. То есть это просто лингвистическая проблема, а не биологическая. То есть нельзя разделять. Вы знаете, вот у нас автоносклероз, вот это не старение. А транспорт всегда стареет. Версетангеймер, а не стареет. А сгибер всегда стареет. Нет, но, понимаешь, есть такие определенные классификации. Если мы вот возьмем МКБ, то есть определенные классификации, которые определяют различные болезни. А в КБР это не научный документ? Медицинский. Это нормативный. Да. То есть лингвистический, правовой. Да. Не на тот технопарк. В общем говоря, мы на самом деле можем вот на этом графике увидеть, как вот эти вот болезни появляются в ходе взросления. Игорь? В ходе взросления. И на самом деле случайная компонента, по моему мнению, она скрыта в возникновении заболеваний. То есть когда у нас возникла бляшка, когда у нас образовался тромб, когда у нас нарушился какой-то процесс внутри клетки, это может приводить к различным заболеваниям. И это да, это действительно может быть случайный процесс. Но старение, по-моему, это такой процесс, который увеличивает вероятность этого, этих случайных процессов, случайностей. Оно повышает вероятность возникновения патологических явлений. И вот здесь вот на слайде, как ни удивительно, здесь вот даже есть несчастные случаи, да. Это как бы совершенно случайный процесс, да, там 50 на 50. И даже в ходе старения даже этот параметр увеличивается. Даже в ходе смерти, в ходе несчастных случаев даже этот процесс увеличивается. Так вот, мое мнение, что старение – это процесс, который таким образом как бы входит… Это закономерный процесс, это не случайный процесс, потому что, ну, как бы мы можем видеть, что он растет. Здесь вот такой рост, функциональная зависимость, возраст зависимых заболеваний от возраста. И, ну, как бы, вот этот вот не случайный компонент, вот это определенный компонент, это и есть старение. Ну, вот, собственно, насчет этого мы поговорили. И случайная или не случайная картина мира – это все сейчас очень большой идет спор вообще философский, философский вокруг того, как мы понимаем мир. Предопределенный мир или вероятностный мир, квантовая физика или классическая физика, определенность или неопределенность. И вот я в ходе своей лекции хочу показать, что старение – это процесс определенный, и он закономерный и подчиняется определенным законам. Для того, чтобы проиллюстрировать этот, я хочу, вот здесь вот у меня есть видео. Можно выключить свет? Я хотел. А где он, кто выключит свет? Ну, ладно. Давайте я вот проиллюстрирую свое положение, чтобы показать, что это все-таки не случайный процесс, а запрограммированный. Мы здесь вот можем увидеть, так, на что-то не то нажал. Пожалуйста. Вот небольшое видео, которое иллюстрирует, как бы, такое вот… Оно создает впечатление, что природа, она действительно хочет нас убить. Здесь вот будет представлена такая жизненная, конечная жизненная стадия насекомого поденки. Поденка, она вообще, ну, как бы, это насекомое, она живет длительное время в стадии личинки. Ну, это не день, не два, это несколько месяцев. И вот это вот начало ее последнего дня. Последнего дня, который нужен для того, чтобы она размножалась. Всю свою жизнь она готовилась вот к этому последнему дню. И вот массовый вылет поденок – это такая довольно-таки для некоторых страшная картина. Для меня, может, это даже своего рода красиво, потому что это показывает, как жизнь, она стремится к своему размножению и развитию. Вот это вот очень запрограммированный процесс, потому что случайность такого вылета в один и тот же момент, оно минимальна, это не случайность. И вот этот вот последний день, их последний день, они живут в таком времени 17 часов. Вот эти 17 часов, они нужны для того, чтобы поденка успела размножиться, и она вот здесь вот пытается как-то полную свою жизнь на полную прожить. И вот в это время она уже стареет, она очень быстро стареет. У нее повышаются все параметры, то есть упругость тела, все ее адаптационные характеристики, они очень резко снижаются, очень резко. И говорить, что это вот как-то случайно, это очень сложно. Можно сказать, что это случайный процесс. Они целенаправленно снижаются? То есть есть какие-то механизмы, которые с отрушают? И просто с ними перестают следить за их снижением? Да, я считаю, что это следствие, что старение – это следствие развития. И вот этот процесс, который нужен для оплодотворения, для того, чтобы вот эти вот поденочки, они потом отложили потомство, он и запускает процесс старения. Немножечко объясню, как это все происходит с точки зрения биологии на более высоких организмах, более высокой организации. Вот здесь вот есть жизненный цикл лососи. Он тоже живет по своим определенным биологическим часам, которые определяют его развитие. Начинается жизненный цикл со стадии личинки. И, собственно, вот взрослая особь, она живет от 3 до 5 лет. Довольно-таки долго. Однако потом внезапно начинается процесс нереста. И в ходе этого процесса лосось-горбуша, она очень быстро умирает. Очень похоже на жизненный цикл поденки. Вот эти 5 лет, в которые он живет здесь, в океане, он, лосось, накапливает жиры, мышечную массу, минеральные вещества. Все в нем развивается и развивается. И за такое быстрое время, буквально несколько дней, недели, несколько дней процесс нереста происходит, в результате которого лосось умирает. И вот в это время можно заметить, если делать химический, биохимический анализ крови, то можно заметить, что у рыбы в это время очень высоко поднимается холестерин. У нее снижаются также адаптационные характеристики, у нее опускаются глаза, снижается упругость, чешуя там даже отпадает. И все это происходит очень быстро. И опять возвращаемся к вопросу, это случайный или запрограммированный процесс? У лососьа может быть и только кормить неконкредственно, с лососью уже с пищей идет. Да. Смотрите, в случае с лососем, в случае с поденкой, нас действительно не едят. Однако пожилые люди, они тоже родители своих детей обеспечивают всем необходимым. Саша, а есть эксперименты, где миллионетры сложаются? Да. Да. И существует такая теория, по которой вообще старение – это запрограммированный от репродукции процесс. То есть это нужно для того, чтобы наше потомство потом питалось нашими останками, или для того, чтобы освободить экологическую нишу, или чтобы по-другому как-то улучшить жизнь нашего потомства. И действительно провели опыты и удалили яичники у горбуши. И она начала жить гораздо дольше. То есть, с одной стороны, мы можем представить, что если мы отключаем нашу вот эту вот половую систему, то мы должны жить дольше. Это как бы может подтверждать эту гипотезу о репродуктивной теории старения, то есть о старении, которое нужно нашему потомству. Но эта теория, она немножечко не состыкуется с тем, что здесь все равно умирает, все равно стареет, все равно имеются какие-то процессы, которые приводят к нашей смерти. И вот я хочу, чтобы вы взяли тезисы некоторые, которые домой может подумать над ними, что ну, как я считаю, может быть, кто-то считает иначе, что но я считаю, что на самом деле никто не умирает от старости. Все умирают от возраста зависимых заболеваний. Старение — это процесс, который увеличивает случайность и вероятность возникновения таких болезней. В случае с горбушей, почему там отключалась, вернее, ее репродуктивная функция, она приводила к старению. Это выяснилось в ходе исследований, что для того, чтобы икринки производить, им нужно очень большое количество холестерина. Просто холестерин, он нужен для построения мембран, клеточных мембран, и в икринках для потомства он должен очень в большом количестве находиться. Поэтому у горбуши вот так высоко поднимался холестерин. Это вот логическое обоснование без того, что мы берем такую цель, что нам нужно умереть для того, чтобы наше потомство потом жило. Это просто следствие нарушения внутренней регуляции. То есть вот этот пункт нарушения внутренней регуляции, он очень важный. что рыба, когда, помните, она жила там один-три года вот в каких-то определенных условиях, она жила в этих условиях, и у нее был какое-то определенное постоянство внутреннее. И ее развитие, оно могло бы продолжаться спокойно, и когда она резко поменяла свою стадию на нерест, когда она начала очень много производить икринок, это привело к выведению ее из состояния вот этого равновесия, из состояния гомеостаза. Это и привело к ее смерти дальнейшей. И вот в данном случае существует в биологии один из фундаментальных законов, это закон постоянства внутренней среды, или закон гомеостаза. Это один из фундаментальных законов, что любая жизнь, любое живое существо, оно для его жизни необходимо поддержание внутренней среды, внутреннего постоянства. Этот закон еще в 19 веке открыл Клод Бернард, и впоследствии в 20 веке это было названо процессом поддержания гомеостаза. И выяснили, что по закону гомеостаза работают все живые системы, в том числе и поддержание иммунитета, сама система иммунитета, она также работает по принципу поддержания гомеостаза. То есть проникновение чужеродного организма, оно нарушает нашу внутреннюю среду, и наш организм стремится избавиться от этого. И поэтому это иммунитет, поэтому также работает по принципу гомеостаза. И также Клод Бернар в своих лекциях он высказывал следующее положение, что физиология болезни конечно заключает в себе процессы, которые могут быть присущи им специально, но их законы абсолютно тождественны законами, управляющими функцией жизни в здоровом состоянии. Вот в этом высказывании на самом деле сокрыто главное тайное старение. Бернар он не говорит об этом, он не говорит о том, что это непосредственно старение, что это как-то связано с темой старения, но на самом деле это есть причина старения. То есть нарушение вот этой внутренней регуляции приводит к физиологическим процессам, которые мы называем возразвисимыми заболеваниями. А в прошлом веке советский ученый Дилман он высказал следующий закон. Ну это такой закон, который Дилман очень обосновал очень хорошо и свои исследования под это подвел. Это закон отклонения от гомеостаза. То есть любой жизни для своего развития на самом деле необходимо отклонение от гомеостаза. Как вы думаете, почему? Ну это как бы парадоксально. Для жизни нужна гомеостаз, для жизни нужно постоянство внутренней среды. Но почему-то Дилман сказал, что для жизни также нужно и отклонение от гомеостаза, отклонение от постоянства. Для развития, да. 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 Вот знаете, это вот популярная такая сейчас есть фишка вот на всяких тренингах, что типа выйти из зоны комфорта, да. Вот это вот на самом деле вот это вот. Это и есть то, что определяет развитие. Если бы мы находились постоянно в условиях гомеостаза, постоянно в условиях ну в каких-то постоянных условиях, то мы бы на самом деле не развивались. Да. Да. Гомеостаз это постоянство определенных условий. это температура, давление, солевой баланс, то есть это потержение какого-то баланса. Нет, 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 нет. Мы говорим в данном случае, да, мы в данном случае говорим о физиологическом процессе, но также есть экологический гомеостаз, да, есть и другие разновидности этого процесса. Но мы сейчас говорим о физиологическом. А это одно следствие другого. Ну, как я сказал, что там вот есть различные проявления, что психологическая депрессия это аспект старения. Это же связано с иммунодепрессией, потому что, ну, психосоматика. Так вот, и если жизнь, она, ну, как бы, у жизни есть также аспект развития, и непосредственно из этого следует закон отклонению от гомеостаза. Вот. Ну, и что же у нас поддерживает этот гомеостаз? Это сначала ученые считали, что это эндокринная система, которая вот связана с таким органом, как гипофиз. Вот он в центре тут находится. гипофиз, он действительно является очень важным регулятором всего процесса, который обеспечивает гомеостаз нашего организма. Гипофиз выделяет большое количество гормонов, которые идут в различные эндокринные органы и нужны для их регуляции. гипофиз обладает системой обратной связи с этими органами. Однако, как выяснилось впоследствии, что гипофиз является всего лишь таким, как панелью управления. И главным регулятором всех этих процессов, то есть таким контролером, который играет на этой системе эндокринной регуляции, это является гипоталамус. Гипоталамус находится над гипофизом, и это и пространственный так, он выше, и он по системе регуляции находится выше него. То есть он является тем регулятором, который непосредственно связан с гипофизом и определяет его функции, определяет его то, какие гормоны он будет синтезировать, в каком количестве. То есть это такой некий контролер, который находится над гипофизом и связан со всеми отделами нервной системы. Сам по себе гипоталамус он находится как бы между двумя системами он имеет сам по себе вот если сам гипофиз он имеет такое типичное эндокринное строение он даже из органов в результате онтогенеза он из органов глотки вот наши там есть понятие глотки в общем он из глотки вырос гипоталамус это отросток это непосредственно часть нашей нервной системы однако он обладает всеми функциями гуморальные регуляции то есть он способен он как железа он способен синтезировать новые гормоны он способен там рецепторы новые экспрессировать которые воспринимают другие гормоны то есть он и железа и нервные ткани и в данном случае вот если вернуться к предыдущей картине это речь идет о гуморальной регуляции гуморальной регуляции это ну как бы самая древняя регуляция а у человека это все на уровне ну как бы гуморальной регуляции она подчинилась контролю нейросистемы то есть это возникновение нейроэндокрин регуляции для чего это нужно для того чтобы внутренняя среда сообщалась внешне ну вообще вот как вы думаете сами почему зачем возникла такая нейроэндокрин регуляция почему организм не остановился на эндокринной регуляции почему не остались просто железы которые сами по себе могли бы обеспечивать наш гомеостаз нет да ну я сказал да но вот это понятно вот миша понял скажи скажи да это внешняя среда просто нет 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 вот яичники которые находятся внутри они практически никак не взаимодействуют вот все это о внутренних органах говорится и вот только это позволяет этим внутренним органам сообщаться посредством гипоталамуса с внешней средой потому что гипоталамус когда он находится в мозге он он связываясь со всеми отделами нервной центральной нервной системы воспринимает сигналы о полном спектре внешних характеристик то есть о тепле о свете обо всем то есть ну как бы он адаптирует организм к внешним условиям адаптирует эндокринную регуляцию под внешние условия и действительно в гипоталамусе есть многие центры которые обеспечивают регуляцию циркадного ритма полового цикла всего 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 вот когда мы просто двигаемся когда мы встаем когда мы кушаем в нашем организме происходит очень много различных процессов мы их никак не контролируем то есть мы не контролируем то как наш желудок переваривает нашу пищу мы не контролируем то когда мы встаем как мышцы наши будут поддерживать наше положение стоя то есть все все мое тело стоит на двух маленьких ногах это все я никак не контролирую это все происходит без моего контроля это все происходит за счет вот именно этой нейроэндокринной регуляции которая обеспечивает постоянство внутренних процессов по-другому ее начали называть вегетативная нервная система парасимпатическая и симпатическая регуляция а что это такое что делает парасимпатическое симпатическое когда мы например просыпаемся она активизируется а парасимпатическая это когда мы в состоянии сна и бывают такие забавные моменты когда парасимпатическое не успевает отключиться и начинает работать симпатическое вот в этот момент мы начинаем чувствовать как например когда мы можем не спать да всю ночь и у нас все равно будет парасимпатика включаться потому что она будет думать что ну как бы человек вроде как должен спать и у человека будет болеть желудок потому что будет несостыковка парасимпатика хочет успокоить желудок а симпатика хочет активизировать его, ну, подготовить его к приему пищи и прочему. И все это контролируется посредством гормонов. Вот здесь не так видно, но я сейчас постараюсь осветить основные такие кнопочки, с помощью которых гипоталамус управляет гипофизом, и с помощью которого управляется вся система нашего организма. Гормоны, которые синтезируют гипоталамус называются либерины или статины. То есть саматолиберин, например, гонадолиберин, гонадостатин, саматолиберин. Все эти гормоны, они управляют, они синтезируются гипоталамусом и идут в гипофиз для того, чтобы потом запускать процессы, которые будут приводить к синтезу гормонов, которые напрямую будут идти в органы. То есть для того, чтобы одни гормоны синтезировались, нужны другие гормоны, которые будут запускать синтез этих гормонов. Да, ну как бы они пряможиточные вещества, которые запускают синтез других веществ. Ну вот, например, гонадотропный релизин гормоны или ГНРГ, он запускает синтез таких гормонов, как люцинизирующий гормон или фолликулостимулирующий гормон, на которых мы поподробнее потом остановимся. И они будут идти в периферические органы, другие, такие как семенники или яичники, и будут приводить к синтезу гормонов тестостерона или прогестерона, эстрогенов. Вот как-то это так вот работает. А вот с этими, получается, это гормоны? Ну, в данном случае это вот так вот называется просто, да. А это препарат? Это не препарат, это вот медицинский такой термин, который, ну, как бы, они стабилизируют, они стабилизируют регуляцию. Это разные понятия? Это разные понятия, да. Это просто такое. Да, да, это не то. Это не те статины, которые для этого, ингибитора синтеза холестерина. Это статины, которые поддерживают синтез гормонов на каком-то определенном уровне. И гипоталамус, на примере вот того же гонадотерапина релизин гормона, он работает по принципу пульсирующей такой помпы. Он определенное количество, с определенным периодом он выпускает определенное количество вот этих гормонов. то есть, это как такие, как бы, часы, которые рассчитывают некоторое время для нас. У них обратная связь, да. но вот в определенный момент это прям вот периодичность одна и та же. И все это работает по принципу перевода трансмиттера. То есть, вот у гипоталамуса есть в свою очередь регуляция центральной нервной системы. Центральная нервная система, она общается с помощью импульсов. Да. Есть нервный импульс, и он вот с помощью него клетки, нейроны, они общаются. И вот эти импульсы, они идут в гипоталамус. Эти импульсы достаточно быстро туда переходят. И гуморальная регуляция, она не такая быстрая, как нервная. И гипоталамус, запуская синтез гормонов, он таким образом переводит электрическую регуляцию в гормональную регуляцию. И вот, собственно, так вот это примерно и работает. Вот стимул какой-то приходит на клетку. В данном случае это может быть нервный импульс, механический импульс, или может быть другой гормон, который будет восприниматься этой клеткой. И это запускает процессы внутриклетчные, которые здесь вот на самом деле может показаться сложно, но это такая детская картинка, которая запускает синтез гормона и секрецию его. Здесь вот ключевое понятие вообще для людей, всех, кто занимается старением, или тех, кто интересуется старением, это джибилокс-вязывающие рецепторы или джибилокс-пряженные рецепторы. на эти рецепторы, к слову, нацелена больше половины фармацептики. Вот больше половины лекарств, которых произведенных, они предназначены для того, чтобы связываться с этими рецепторами. Это мембранные белки, которые переводят синтез, синтезированный гормон, воспринятый извне во внутриклеточный сигнал. Вот здесь вот, смотрите, вот это мембрана, это поверхность клетки. На поверхность приходит какой-либо гормон, то есть во внеклеточной среде обращается большое количество химических веществ. И вот эти химические вещества, если они попадают сюда и связываются, то есть не все вещества могут с этим связываться, они будут приводить к тому, что конформация этого белка, она перестраивается. И здесь образуются такие мотивы, которые способны запускать внутриколичные процессы. Это все сложно, но надо будет на этом немножечко остановиться, чтобы дальше понять, как это все работает. и эти рецепторы дальше они могут уходить в так называемый процесс эндоцитоза. В данном случае это называется рецепторопосредованным эндоцитоз, когда рецептор после поглощения, после связывания его с легандом уходит во внутрь клетки. Похожий процесс происходит при связывании LDL-рецепторов с их легандом для утилизации в общем это химический в данном случае это гормон может быть. Это может быть гормон, химическое вещество, либо что-либо еще другое, что будет взаимодействовать с рецептором. Рецептор это белок, который находится на поверхности. И после связывания до 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 есть механо рецепторы даже, которые могут и давление воспринимать и температуру. Они тоже, это тоже же белок связывающие рецепторы, к слову сказать. вот в частности я тоже исследую такие вот рецепторы. Потому что это есть такая система, здесь домен связывающий с жи-белком. Это ГТФАЗа, которая активирует внутриколичные энергетические процессы. То есть там есть ГТФАЗа, которая подходит вот к этому мотиву и запускает переход GDP в GDP. есть да, там есть такие молекулярные переносчики, которые как бы транслируют этот сигнал в другие фраз. Ну, это сигнализация, это внутриколичная сигнализация. Это сложный вопрос, на котором я думаю здесь не надо остановиться. Так вот, каким же образом наш гепталамус, он может регулировать процессы, вот все выше обозначенные. Он может, для того, чтобы это понять, надо представить себе схему этого процесса, как она выглядит на клеточном уровне. На клеточном уровне мы видим тут гормон, а здесь рецептор. они после связывания образуют комплекс гормон рецептора, который потом связывается с некоторым акцептором, который в данном случае с жи-белок связывающими рецепторами это жи-белки. И вот на этом месте может терминироваться данный процесс. Но если этот процесс не терминируется, то акцепторные молекулярные переносчики, как жи-белки, они запускают свои процессы, которые в дальнейшем регулируют все внутриклеточные системы. В результате этого происходит либо синтез гормона, либо синтез белка какого-либо, смерть клетки может даже наступить таким образом. Слушайте, а все были понятны? Все включились. Ну, да, все, это последний сложный слайд. давай, мы все поняли? Нет, нет. Вот идите, давайте, справа, у нас сегодня попытка дискуссии, давайте, вы сейчас что это? Да. Вот это ГРЭ, ГРЭ, А зачем это? Вот смотрите, гормон, да, вот смотрите, он связывается с рецептором. С рецептором? Рецептор где находится? На клетке? На клетке. На любых клетках, на любых клетках, находятся рецепторы. Образуется комплекс гормон-рецептор. Они соединяются вместе? Они соединяются и на примере же белок связывающего рецептора что происходит? Активизация же белка. жебелка внутри сигнализации? Что значит жебелка? Какого белка? Который на вибрании? Жебелка, уже внутри клетки. Уже внутри клетки. Это вот такой акцептор, который будет запускать внутриклеточные процессы. Это уже внутри клетки. Внутри клетки? Да. Получается рецептор связан с жебелком? Рецептор, да. Он как раз и жебелок сопряженный рецептор. Хорошо. И вот это акцепторное место что это такое? Акцепторное место это как раз где находится этот рецептор. То есть это может быть на самом деле даже внутри клеточная регуляция. То есть он может уйти вовнутрь и таким образом регулировать даже ядерные процессы. Хорошо. Вот это в этом месте начинает регуляция. Да. И вот здесь вот уже сложно что-либо поделать. Вся регуляция она происходит здесь, когда еще это все на мембране находится. И это как раз возможно регулировать и это регулируется гипоталамусом с помощью гормонов. Гипоталамус здесь при чем? Гипоталамус как раз синтезирует эти гормоны. То есть он может прислать какие-то еще? Да. И изменить либо связывание рецепторов с гормонами которыми они должны связаться то есть либо рецепторный портрет изменить то есть изменить как бы количество рецепторов на клетках то есть ответ тогда будет другим. И так по всему телу. Да. Гипоталамус через гипофиз? Гипоталамус через гипофиз, да. Можешь я правильно понял это причинято о том что гормоны могут управлять ситуацией да-да-да-да-да-да. То есть происходит управление клетками а гипоталамус управляет клетками при помощи того что на воздействие гипофиза гипофиз синтезирует гормоны которые потом управляют клетками определенная клетка будет иметь определенные гормоны то есть если она половая она будет иметь рецепторы которые будут воспринимать половые гормоны если она клетка например там зрительные то там уже другие гормоны вот да да вот здесь вот как раз происходит очень большой каскад клеточных внутриклеточных реакций это сигналинг процессы сигналинга здесь вот это актуальная проблема в современной биологии это внутриклеточный сигналинг это как же белки же белок связывающий рецепторы активизирует внутриклеточные процессы их несколько семейств вот их только по моему 7 семейств если я не ошибаюсь по моему 7 семейств и в каждом семействе по несколько сотен представителей по-моему даже тысяч до да 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 однако однако некоторые гормоны могут связываться с несколькими рецепторами и бывают такие случаи когда одни белки одни рецепторы могут воспринимать несколько гормонов это называется специфичностью или с родством со своим гормоном в данном случае очень популярный анализ который делают в клиниках это с родство инсулиновых рецепторов к своим легандам это можно сделать такой анализ он дает инсулин резистентность вот собственно диабет он и заключается в том что рецепторы теряют с родство к своим либо субстрату инсулиновых рецепторов либо к самому инсулину изменяется с родство это вот такой вот процесс и это называется инсулино-резистентность и вот фактически это как раз то что то о чем мы говорим да 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 это вызвано вот смотрите чем это вызвано то что у организма есть во первых не несколько положений которые он должен соблюдать в любом случае например такие гормоны как парад гормон который синтезируется параклиной железой он регулирует содержание солей в крови и как вы может быть знаете это необходимо для того чтобы в крови был определенный ph определенная концентрация солей это еще идет с первичного мирового океана то есть когда жизнь только возникнал возникала вот у нас крови фактически вот такая состав кембрийского океана по минеральным солям и page это вот такой вот состав и это очень очень важно для поддержания жизни вот и если будут изменяться условия например у нас будет очень много очень много воды в организме это будет уменьшать концентрацию солей организм вынужден будет выгонять воду и для этого ему нужно изменить сродство либо рецепторов которые воспринимают гормоны которые регулируют удалением удаление воды в данном случае диуретики принимают это такие карманы в общем на почках есть такие гормоны которые регулируют такой вот гомеостаз воды и в данном случае нужно будет менять сродство рецептора клигану что еще раз почему теряется связь с возрастом гормоны и рецепторы да 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 вот я говорю это условия которые в организме находятся то есть если метаболический процесс они нужны ну как бы если в ходе метаболических процессов происходит такое что у нас повышается уровень глюкозы в крови то нам нужно будет увеличить сродство инсулиновых рецепторов до чтобы глюкоза больше утилизировалась и таким образом организм он как бы будет увеличивать сродство рецепторов иногда это бывает просто мутация иногда это просто мутация а иногда это все опосредованное через другие гормоны вот когда вот здесь вот я говорю да 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 вот у гипталамуса тоже есть такая ситуация когда изменяется сродство его рецепторов к его гормонам да и это регулирует эпифис вот эпифис есть такая железа как эпифис нет это не главное она 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 просто изменяет ну и там есть системы обратной связи когда гипоталамус говорит что мне надо понизить сродство к этим рецепторам ему эпифис говорит давай понижай в общем это это довольно кислород вопрос да но вот все это заключается здесь когда у нас синтезируются определенные гормоны когда у нас синтезируются определенные рецепторы конформация этих гормонов она будет меня менять сродство какие-то мутации которые возникли они будут менять сродство рецепторов к их коллегандам в общем это это очень многофакторный процесс это очень многофакторный процесс вот например с инсулином например с инсулином но это довольно таки часто происходит да 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 но многих гормонов многих очень многих вероятность ну вот например вот например вот в мозге это зависит еще от ткани где это будет гормон находиться и рецептор например может происходить неоднородное изменение сродства рецептора к своему неоднородное в плане организма то есть например в голове будет изменять изменяться сродство к инсулину больше то есть она будет больше сродства а в остальном организме меньше это может происходить например в результате появления в организме какого-то леганда который тоже может связываться с этим рецептором то есть как я сказал что есть определенная специфичность связывания то есть вот инсулин он хорошо очень очень хорошо связывается со своим рецептором однако есть вещества которые будут связываться также с этим рецептором и они будут таким образом вытеснять инсулина постепенно это будет затруднять связывание инсулина со своим рецептором Да. Например, инулин. Вот есть такое вещество, как инулин, которое изменяет средство инсулина с инсулиновыми рецепторами. Даже амилоид, когда есть такая форма амилоида, как олигомер, амилоид, который приводит к нейродегенерации, когда из амилоида образуется небольшая бусинка, эта бусинка тоже может связываться с инсулиновым рецептором и будет вытеснять инсулин. То есть она, вот эта вот бусинка, она как бы принимает форму, которая возможна связыванию с рецептором. Клетке это не нужно. Это вот случайный процесс. Смотрите, если это будет не очень долго, то организм не успеет изменить внутреннюю регуляцию, чтобы… Ну, то есть, вот, например, он видит, что его инсулин, который он синтезирует, он не полностью связывается с гормонами, которые есть в организме. Он думает, ну, типа, надо больше синтезировать, чтобы связалось, чтобы больше регуляции шла. Может, не хватает просто инсулина. И таким образом будет возрастать концентрация инсулина в крови. И это уже процесс, который сложно обратить назад. Это будет довольно-таки медленно происходить, но обратить назад – это довольно сложно. Поэтому диабет очень сложно вылечить. Однако… Затрудняюсь ответить. Ну, вот про пользу инулина я затрудняюсь ответить. В общем, давайте двигаемся дальше на более простые такие механизмы. В общем, вот это все у нас… Вот Дильман, он обозначил как пять уровней регуляции гомеостаза. И первый уровень – это как раз тот уровень, о котором мы сейчас говорили. Это уровень жибелок-связывающих рецепторов на миопрани клетки. Вот здесь вот, кстати, АТФ, он тоже может переходить в АДФ. Это уже будет другой жибелок. То есть, есть ГТФ-азы, есть АТФ-азы. Ну, то есть, в общем, связывание леганда с рецептором будет изменять процессы, которые связаны с энергетическими процессами. То есть, АТФ – это энергетический переносчик. Вот. Это первый уровень. Второй уровень – это эндокринная система и эндокринные железа. И здесь регуляция на уровне гормонов, которые синтезируют сами железы. Это, как правило, низкомолекулярные вещества, такие как тестостерон, эстрогены. И они все синтезируются на втором уровне регуляции. Третий уровень регуляции – это гипофиз. Гипофиз будет синтезировать уже более сложные вещества, такие как лютинизирующий гормон, адренокротикотропный гормон. И другие гормоны – это, как правило, более высокомолекулярные соединения белки. И третий уровень, четвертый уровень находится на уровне гипоталамуса. И он находится под управлением центральной нервной системы. То есть, как бы не под управлением, а во взаимосвязи с центральной нервной системой. Вот, я надеюсь, вам понятно это. А когда в эволюции возникли гипофиз, гипоталамус? Гипофиз возник раньше, чем гипоталамус. Потому что, вообще, на самом деле, много у кого есть железа, похожая на гипофиз. Железа, которая будет управлять гуморальной регуляцией внутри организма. Затем, с возникновением нервной системы, организм понял, что надо это связывать. И возникла железа такая, как гипофиз. То есть, ой, гипоталамус, гипоталамус. Сначала не умеет организм совмещаться. Сначала вот это, кстати, не сообщалось. Потом, с возникновением гипоталамуса. У кого не сообщается? Ну, вот, например, у насекомых такой железы, по-моему, нет. Насколько я помню, сродни гипоталамусу. Как гипофиз есть, а вот как гипоталамус, по-моему, нет. То есть, там есть центральная железа, которая управляет работой всех внутренних желез. Но той железы, которая будет связана с нервной системой. Потому что у насекомых, у них, на самом деле, центральная нервная система. Она, у них нет центральной нервной системы. У них, как бы, такая, она... Ну, у них просто нет центральной нервной системы. Не больно. Да. Вот. И поэтому нету гипоталамуса. Вот. И мы рассмотрим вот сейчас, чтобы все-таки это хоть как-то было понятно. Я понимаю, потому что это очень сложно. И рассмотрим работу менструального цикла. То есть, таких вот часов, которые отчитывают возможность женщины размножаться. И давайте посмотрим на это. Есть такая классификация, которая отчитывает, сколько женщине осталось возможности размножаться. И которая отчитывает, когда у нее будет менопауза. И все это подразделяется на определенные стадии. То есть, стадии старения репродуктивной системы у женщины. Вот. В начале, в самом начале, когда ранний репродуктивный период, у женщины, как правило, регулярный менструальный цикл. Это все связано с низким уровнем ФСГ и АМГ. Однако потом, когда репродуктивный период заканчивается, и женщина входит в переходный период, ее портрет гормональный, он изменяется. То есть, становится больше ФСГ. становится еще ниже ЛГ. И вот в данном случае, когда измеряют при ЭКО такие гормоны, как АМГ, если он очень низкий, то уже это связано с тем, что авариальный резерв исчерпан. И почему же уменьшается? Потому что истощается резерв яичников. В данном случае, женщина, она имеет определенный набор тех клеток, которые могут стать половыми. То есть, у нее в клетки изначально закладывается определенный резерв. Это называется авариальный резерв. И в ходе жизни он постепенно расходуется. Когда происходит менструация, это как раз связано с тем, что эти клетки, они уходят из организма. Они отрабатываются и уходят. На антимулировом гормоне мы остановимся попозже. И это очень интересный гормон. И вот последний слайд, по-моему, будет связан как раз именно с ним. Ну да, и вместе с изменением гормонального портрета изменяется и характеристика самого цикла, и также появляются другие симптомы, которые связаны с женской половой системой. Так вот, как эти часики работают? Вот помните, я сказал, что есть такая вот гипоталамус, он работает по принципу пульсирующей такой помпы, которая определенный период синтезирует гормон. Так вот, ближе к овуляции, это середина настрального цикла, вот эта вот помпа гипоталамус, который синтезирует гонотропин или лизин гормон, или гонадолиберин, проще говоря, гонадолиберин. Ну, гонэрг, это гонадотропин или лизин гормон. Говори, как тебе проще. Ладно. Вот. И это вызывает очень быстрый подъем лютинизирующего гормона. Вот видите, тут вот начинается такой пульсирующий, очень, ну, увеличивается частота пульсации, и это дальше приводит к увеличению лютинизирующего гормона. То есть, если вы вспомните, вот гипоталамус, он вырабатывает гонадолиберин, а гипофиз что в данном случае будет синтезировать? А? Вот из этого, из того, что здесь приведено. А еще что? Фолликулостимулирующий гормон, да. То есть, вот смотрите, сначала начинает работать гипоталамус, да, а потом лютинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон начинают отвечать вот на это в виде овуляции. То есть, возникает такой пик, который приводит к разрыву фолликула и это приводит к образованию желтого тела. Да, вот. И вот это вот, кстати, вот это как раз вот это вот ингибируется в ходе именно паузы. Когда есть гормональная контрацептивность в ходе, получается, мы блокируем обуляцию, то есть, а то мы тоже будем жить? Нет. На самом деле нет. Если мы будем блокировать обуляцию, это будет приводить к нарушению внутренней регуляции. Да. Да. В данном случае это ингибируется хорошо при распространенном синдроме у женщин. Это синдром поликистозных яичников. В данном случае овуляции вообще не происходит. Однако в результате этого у женщины развивается очень инсулин-резистентность. Помимо этого у нее развивается весь спектр метаболического синдрома. То есть, да, действительно у нее аминопауза будет наступать позже, потому что амориальный резерв будет меньше расходоваться. Но это будет приводить к спектру различных устройств. Нет, вот гонадолиберин синтезирует гипоталамус, да? Да. И вы видите, что, вспомните, что там есть система обратной связи. И вот смотрите, здесь вот перед тем, как вот тут вот период определенный, когда гипоталамус вроде как спокойный, да? А там эстрадиол повышается. И гонадолиберин, гипоталамус это чувствует, и он начинает более активно продуцировать свои карманы. А эстрадиол в свою очередь тоже чем-то? А эстрадиол тоже, да, чем-то там. Вот. Вот эта вот система... Почему все не так просто? Если бы было все просто, то не было бы на самом деле такой стабильности. А вот эта вот большая система, разветвленная система обратных связей, она обеспечивает очень высокую стабильность, потому что организм это очень сложная на самом деле система. Вот. Ну и в ходе менопаузы вот как раз понижаются очень сильно такие карманы, как эстрадиол и ингибин. Это очень хорошо связано уровень ингибина с возрастом. И повышается фолликулостимулирующий и люцинизирующий гормон. Да. И вот как происходит собственно старение у женщины. В начале, когда у нее низкие ФСГ, и когда у нее ранние репродуктивные стадии, у нее еще более-менее такой регулярный менструальный цикл. Однако затем происходит незначительное изменение течения либо длительности менструального цикла. И это уже связано с изменением в ее гормональном портрете. Это уже некоторая другая стадия, да. Это уже поздняя репродуктивная стадия, которая при переходе в переходный период, менопазуальный период, приводит к тому, что очень высокий ФСГ, это больше 25 единиц на литр, единиц активности в данном случае. Тут уже увеличивается длительность цикла в результате того, что у нас увеличивается, вернее, у нас исчезает овуляция, да. А так как овуляции нет, то цикл более длительный. Это называется аминорея. В результате этой аминореи больше 60 дней менструальный цикл, все еще пока низкий ингибин B и низкий АМГ, да. Вот антимюлеровый гормон, мы говорили, да. Вот антимюлеровый гормон еще низкий. А на более поздней стадии он уже очень низкий вместе с ингибином B. Это свидетельствует о том, что априальный резерв истощен. А тут, если вы можете ответить, что-то будет на мой вопрос. Знаете, что, если аминорный запас у женщины очень большой, значит ли это, что и продолжительность жизни не может быть ожидаться больше? Нет. А в реальный резерв у женщины изначально одинаковый, да. Но потом, потом, в ходе жизни, да, у одних женщин, у разных женщин изначально одинаковый, изначально одинаковый. Да, изначально одинаковый у всех женщин. И это просто запрограммировано. А в ходе жизни, вот именно, это зависит от того, когда наступило половое созревание, это зависит от того, как шел вот этот вот менструальный цикл. Соотношение авариального резерва будет меняться. То есть у женщин, у которых как раз вот ингибируется менструальный цикл, да, в результате того, что там либо оральные контрацептивы, она применяет, либо что-то еще, у нее может развиться синдром поликистонозных яичников, да, в результате которого будет длительная аминорея, либо олигаминорея, либо аминорея вообще. То есть, и будет у нее больше сохраняться авариальный резерв. Я понятным местом? Да. Ну да, не всегда, конечно, у него эта этимология очень широкая. Он ассоциирован с этим. То есть, может, ну вот СПКЯ, да, он может быть как типичный, да, так и атипичный. Там есть несколько разновидностей. И вот в случае, если менструальный цикл будет нарушен с помощью именно оральных контрацептивов, то это будет причина в них. Менопаузу с 5 обратить нельзя. Пересадка яичников будет, да. Если переливание тромбоцитов обратилось в 5 менопаузов, то мне интересно... По простойте, Денис, скажи, вообще подойди сюда, что он подогрели, что он подогрели. Есть просто исследование... Да, я представлюсь, меня зовут Денис Романец, я биохакер. Есть просто исследование, что переливание тромбоцитов от... Менопауза по женщинам, которые уже за 50. И вот очень интересно, именно на какой механизм это все воздействовало, что произошли, такие вот чудесные... Ну, мы просто... Я не слышу, да. Нет, яичники не пересаживали. То есть просто тромбоциты от молодого донора. Если ты от тебя остаешь болит после менопауза... А у меня есть пересащение? Да, конечно, нет. Это значит, что все удары менопаузы, то есть неистощение. Ну, у всех, наверное, точно так же, что все паралит, как бы все осталось. Да, люди были от 50 лет. Правда, были те, у кого чуть поможе, но обращалось сказать, как те, у кого как бы и заботы, что он заступил менопаузу, так и те, у кого как бы возраст еще нормальный, и он заступил как бы. Ну, это надо вот посмотреть. Да, яичнию ссылку, да. То есть, я бы на такой... Мы стараемся, чтобы у нас было много точек зрения, собственно, есть многие процессы, это разные точки зрения. Вы отказались уже про теорию, что менопауза наступает из-за... Ну, скажите так вот, не только мне об этом. А, скажите. Ну, скажите. Вот я говорю, отказались. А чего отказались? А теория, что менопауза наступает из-за черпания, из-за исчерпания из-за исчерпания, из-за исчерпания. А к чему кто сказался? Ну... Научное сообщество. Научное сообщество. Научное сообщество. И к какому вы бы пришли? Да неизовестно. А из-за чего? А из-за чего? И женщина рождается, у нее, по-моему, миллион ацитов, на момент полового созревания остается 500 тысяч, и их... Нигде хватило с водородами, или их самоубийство ускоряется экспоненциально с возрастом. 500 тысяч ацитов, с учетом того, что созревает... Каждый у нас просто десяток, ну нет, человек созревает, а нужен всего один, да? 500 тысяч — это огромный избыток. Соответственно, совершенно непонятно, почему с возрастом радиоцины возьмем 20-30 тысяч. И первичная роль как раз к гипоталамусу, что он начинает, почему-то, вот эти гипоталамусы с возрастом начинают быть больше и больше регулярны. И они как раз приводят к гипоталамусу на первичных именно вот этих вопросов гипоталамусу гипоталамусу в число. Да. Вы тогда в следующий раз выходите, это именно так. Трансляция идет, чтобы аваста не видно. То есть, я еще раз повторю, что вот для трансляции, что в результате раскладки работы гипоталамуса, когда изменяется частота вот этих подсальцогенодолепиринов, происходит нарушение, ну, вернее, это приводит к истощению авариального пула, авариального резерва, да? И последний комментарий к этому Если он подходит, то выбери вперед. Ну, я просто об этом тоже буду говорить, что авариальный резерв встречается в результате нарушения пыльца гипоталамуса. У вас, например, в 70-х, где пересадили крыс, крыс, у которых ну, смотри, давай, я знаю про этот эксперимент, я тоже знаю про этот эксперимент. Нет, чтобы люди-то узнали, где-то заобожали. Ну, в общем, пересадили им яичники от крыс молодых к тем крысам, у которых была менопауза. И это не возобновило у старых крыс менопауза, а наоборот взяли остатки металетов из менопазуальных крыс и всадили молодых, они опять работают. И это доказывает ключевую роль именно гипоталамуса в этом. Потому что когда нормальный сигналинг будет от гипоталамуса, то это будет приводить к тому, что яичники они будут дальше нормально функционировать. Если сигналинг гипоталамуса нарушается, то какие яичники не пересади, то у тебя менопауза не обратиться вспять. Еще один вопрос. Ваши продолжение. Ну и так, конкретно с этой темой. Конечно, с человека огуляция будет раз в год сделана, например, как у многих непопитающих в природе. То есть раз в год вот у кого-то все. То есть так старение, старение, как скажется аменорея на старение, да? Ну, в смысле, по сути, да, потому что это будет раз в год происходить. Да, но вот я как раз говорил, что мы когда дальше будем разбирать синдром поликистозных пищников, я скажу вам, как это будет сказываться. Ну, действительно, тоже была гипотеза, и у меня тоже, когда я начинал разбирать это все, что почему бы не прекратить просто менструальный цикл, это должно, по идее, как-то уменьшать вообще старение. однако, в результате все-таки оказывается, что нормальное функционирование женского цикла, оно замедляет старение. Происходит это следующим образом, что есть такая связь, вот в данном случае я еще мужчин затрону, что вот как вы думаете, почему мужчины и женщины, у них разная продолжительность жизни? Нет, ну, вот везде, если взять Россию, я сначала думал, что в России просто мужчины пьют и курят, из-за этого там типа очень сильная смертность среди них и низкая продолжительность жизни, однако, если посмотреть на Америку, то же самое, и если взять любую другую страну, то везде в среднем женщины живут дольше, чем мужчины. живут живут самки, которые ухаживают заботовство, и если она заботовство не ухаживает, то он да, 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 и да, 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 или да, ухаживают это Ну, клинические данные я просто встречал, что я когда изучал атеросклероз, что у женщин больше ожирения возникает чаще, когда возникает ожирение. К более позднему возрасту выравнивается, но изначально женщины, они более подвержены ожирению. Ну, это просто связано с тем, что для потомства нужно больше калорий и так далее. Лишний вес, лишний вес, лишний вес, да. Есть шкала рассмотрения, субклеточная структура, субклеточная структура клетки, тканей, мимо, разная шкала рассмотрения, органный уровень физиологических систем и организм. Мы сейчас копаемся в субклеточном и биохимическом уровне макромолекул, в принципе, сигнале в данном случае. И чтобы я хотел просто два слова сказать, вся наука идет по этому пути. Сейчас есть лекарство, там, цираксон, восстановление, ну, в эмоционистических компаниях желательно найти химическое вещество и его образование, которое действует. Значит, по восстановлению нейронов, в частности, врач и исследователь. В прошлом работу в Московском инвестиции совместно с несколькими командами, там, по химтехнологии, по биохимии и просто как врач-клиницист. Извините, я еще не закончил. Просто хотел рассказать про макроуровень, что у нас есть такая проблема с продолжительностью жизни. Она связана с той проблемой, которая рассматривается в науке остеопатии, то есть это клиническая физиология и биомеханика. В частности, остеопаты обнаружили рефлексы между крестцово-повздошными сочленениями и работой щитовидной и некоторых других, ну, прежде всего, щитовидной железы. И, в частности, у кого такой факт обнаружили, что если у человека заблокировано люфтовое движение слева, он набирает вес, то есть жирное, ожирение и так далее. Это можете без меня проверить. Если он худой, такой гиперактивной щитовидной железы, заблокировано справа. В частности, многие, кто занимается остеопатией в разных странах, есть юмейхотерапия, например, в Японии, они тоже подтвердили этот факт на своем массиве, но в совершенно другой популяции в Японии, что у кого заблокировано слева крестцово-повздошное сочленение, выявляется простым тестом. Могу показать, как тот имеет лишний вес чаще всего. То есть мы забываем о рефлексах Павлова, о такой макроуровне управления вот этой биохимической системой. А в частности, области не уже наука? Вы знаете, комиссия по уже науке, это отдельная тема. Я говорю о фактах биомеханики. Тем не менее, в своей исследовании, что... Статьи Эндрю Стилл, Пол Митчел, техника энергии мышц. Это можете посмотреть. Вот статья вышла сейчас следующее, что 8 раз увеличивается риск инсульта, если чешская риткостопатка. Вот такой следователь. Ну, почему он сходил? Значит, у него уже есть какие-то проблемы. Он пришел с проблемами. Но оставим остеопатию в покое. Я говорю просто о неких рефлексах, которые обнаружены в практике. В частности, они есть там в ЮМЕХО терапии, в остеопатии. Вы их можете сами пробовать проверять. Ну, на пациентах. То есть, рефлекс между работой черепа и таза, это связано с дыхательной волной. Я немножко покажу на себе. Оказывается, на вдохе, на вдохе у каждого человека... Сразу позовите. Не понял? Что вы говорите? Да, на вдохе происходит вот такое движение у каждого человека. На выдохе происходит вот так. Это микродвижение, связанное просто с работой диафрагмы, куда она упирается, там на позвоночник, с сумками, с внутренними органами. Это те самые биомеханические места прикрепления, откуда идут сосуды и нервы во внутренние органы. То есть, на шее здесь горта, на глотка, трахе и легкие сердце. К грудному отделу к вершине кифозы желудок, чревный ствол, солнечное сплетение, так называемое. Это чисто анатомические структуры. Оказывается, что при дыхании вот такое движение происходит все время. И при стрессе, при стрессе происходит, сейчас мы вернемся к биохимии, при стрессе происходит накопление, то есть пережим внутренних органов, чтобы перераспределить кровообращение. То есть, пережимается связка поджелудочной железы, воротная вена печени, чтобы кровь из кишечника не поступала в печень при стрессе. И наступает пережатие грудинно-ключично-сосцевидных мышц, таз оттопыривается, поза кусаться, борьба или бегство, ну вот, брусли или брусуили, то есть разные позы. И это приводит к тому, что при остром стрессе перераспределяется кровообращение, централизация кровообращения. Кровообращение циркулирует почки, мозг, мышцы, печень. При релаксации фазы, это Ганс Илье изучал стресс, фазы релаксации. Спасибо большое. Возвращаясь. Можно вопрос? Да. Почему девушки и кастраты тоже живут дольше соизмерения женщин? Девушки и кастраты живут дольше соизмерения женщин, да? С измерения женщин? Причем мы все же самое. Если в прошлом... Да. ...то у них в таком количестве вырабатывается тестостерон. И вот когда говорили про эстроген, что причина в эстрогене, на самом деле причина более быстрого старения мужчин в тестостероне. Оказалось, что тестостерон, он больше способствует более высокому развитию атеросклероза. То есть это как фактор риска, более высокий тестостерон, он ассоциирован с атеросклерозом. Мы же какие-то могут соответствовать, и какая-то есть... Какая-то спочка? Это то есть... Да, кастрарокумент. Кастрарокумент. Да, кастрарокумент. Я читал недавние исследования, есть такая популяция, как трансгендеры. То есть они принимают два препарата, которые блокируют тестостерон и еще эстрогеноприорами. У них, правда, жизни жизни 30 лет, там очень резко увеличивается наклон графика, то есть повышается смертность, в том числе от кардиоваскулярных причин, от тромбозов и от болезни ментального здоровья. То есть, с одной стороны, мы сделали людям гормоны айфон колку женщин, но это привело к тому, что продолжительность жизни жестко закатилась. Почему? И это говорит о том, что вся регуляция, она не завязана только на половых железах. Как я сказал, что регуляция вся, она осуществляется не на уровне половых желез, которые синтезируют тестостерон и эстрогеноприорами, а регуляция осуществляется посредством гипоталамуса. Вы, кстати, в последнем комментарии, мужские особи живут меньше женщин в подавляющей большинстве видах животных, как не только людей. Это очень у многих животных. Мужские особи живут дольше, чем у женщин. Меньше, меньше. А, ну, собственно, да. Да. И... Почему? Так что теорию будут преподаваться. Потому что как у человека, так и у других животных, у них, у всех есть... Есть, ну, собственно, у большинства животных мужской пол, он все-таки определяется высоким содержанием тестостерона. Если мы возьмем ту же самую рыбку, да, у нее тоже будет тестостерон. Если мы возьмем человека, то тоже тестостерон. И... А тестостерон, он непосредственно связан с холестерином и с метаболическими другими путями. Так вот, возможно, что более высокое содержание тестостерона у всех особей, независимо от того, человек это или другая какая-то особь, это связано с более высоким... с более высокой скоростью старения. У женщин же... Я подтвержу еще раз эту гипотезу другим распространенным фактом, что... Слышали, что 45, баба-ягодка опять, да? А как думаете, почему это? Опять как девочка. Да. Да. Это связано с тем, что как раз в период, когда предменопауза, менопауза, очень высоко повышается на недолгое время, очень высоко повышается эстроген. И, собственно, эстроген, когда он очень высокий, это будет способствовать большей выносливости организма, большей его, ну, как это сказать, омоложения. Там сложные регуляции, там сложные регуляции. Мы не до конца еще разобрались, мы не до конца еще разобрались. Не два гормона, а еще какие? Да, да. Позовите нас. Ну, сейчас мы придем к этому. Сейчас придем. Давайте дальше тогда уже. Так. О, у меня не работает уже. Состарел. Дайте сюда, дайте сюда. О, заработал. Сейчас. Срочно переходим. О. Так. Мне тут зарядку для этого надо. Можете, пожалуйста, как-нибудь зарядить его? Слайд. Слайд назад. А? Слайд назад на последний сложный слайд. 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 Не, ну, здесь уже я не форму, никаких нет. Ничего. Слайд. 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 В общем, у женщины, у нее все работает по следующему принципу, что у нее изначально есть фолликул, который поступает в яичник, и этот фолликул, он довольно-таки маленький сначала. Когда мы на УЗИ посмотрим, яичники, они будут несколько, ну, один-два миллиметра. Затем они растут, и вот как раз в момент овуляции происходит разрыв фолликула с высвобождением желтого тела, которое затем, оно называется также лютинизирующее тело, так как оно связано с лютинизирующим гормоном. И вот эта вот фаза называется фолликулярная фаза. Эта фаза называется лютининовая фаза. В ходе этого процесса толщина эндометрия, она увеличивается во время перехода к лютининовой фазе, и потом во время фолликулярной фазы она сначала спадает, затем растет. Это связано с синтезом эстрогена. Это просто так вот чисто, как это все выглядит. Как происходит старение у женщины на уровне, вот именно с гипоталамусом? С гипоталамусом это связано с тем, что во время старения гипоталамуса происходит десинхронизация гонотропина релизинга романа. Так, давайте паузу, наверное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова , Гographic, Диана. Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Спасибо. 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 Дима! 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 Я хочу спросить об этом все про заявленную тема. А заявленная тема будет?.. Берегические часы и Кипталамус. и как раз и являются часами. Гипталамус, он... Гипталамус, он и... ...за теми самыми часами, которые отчитывает наше время. Да. И вот если взять циркадный ритм, например, то мы просто взяли один лишь пример работы этих часов. А на примере женской репродуктивной системы. Можно взять тот же пример на уровне светорецепции, когда циркадный ритм регулируется. Это тоже будет регулироваться гипталамусом. Когда вот эти вот часы, они изменяют работу в данном случае не половых желез, а системы, связанные с суточным ритмом. Просто как бы тут уже, если уж заявлено, что большие биологические часы, то мы говорим вот... Да. Вот. Так вот. На чем остановились, это то, что гнадотропин-релизинг-гормон из гипталамуса поступает в переднюю долю гипофиза, который, кстати, называется аденогипофиз. И это оказывает влияние на синтез фолликулостимулирующего гормона и лютинизирующего гормона. Однако, когда у нас нарушается пульсация вот этого гнадотропин-релизин-гормона, это приводит к тому, что увеличивается выпуск лютинизирующего гормона. Либо уменьшается, либо увеличивается. И это будет приводить к колебанию и снижению уровня эстрадиола. И это, в свою очередь, будет связано с снижением антимюллерового гормона и снижением уровня эстрадиола. И это по принципу обратной связи будет сказываться на повышении уровня фолликулостимулирующего гормона. То есть здесь вот как бы такая даже непрямая связь, а здесь через обратную связь она возвращается обратно. Вот этот вот каскад реакций. Ну и, собственно, какие общие черты могут быть у... Ну вот, просто изучая вот эту проблему, вот как у нас регулируется старение на уровне репродуктивной системы, например. Ну я хочу сказать, что я выбирал, какую тему мы будем раскрывать. Либо там циркадные ритмы, либо адренокротикотропный гормон. Там тоже своя ось гипоталамогипофизарная. Я выбрал вот эту вот ось, гипоталамогипофизарную гонадную ось. И в ходе ее исследования вот наткнулся на то, что вот синдром поликистозного феичников очень распространенная болезнь. И она, как оказалось, имеет много общего с метаболическим синдромом, о котором я уже тут говорил. С метаболическим синдромом она имеет общего то, что возникает у женщин с ПКЯ как инсулинорезистентность, так и очень часто возникает ожирение. И нарушаются такие процессы, ну возникают там. Много разли... У нее андрогения может возникнуть. Это многофакторный такой процесс, который связан с метаболическим синдромом. Так вот. Мне стало интересно, и я просто разобрал ее в рамках старения. Как она может быть связана, и как она соотносится с старинной репродуктивной системой и с ПКЯ. У меня было ощущение, что это действительно связано, потому что это все имеет общие с метаболизмом. Так вот. Когда у нас... Сначала разберем, как это все происходит. Вначале, когда у нас нормальный ритм, у нас синтезируется определенное количество гормонов, необходимое для нормального функционирования яичника. И вот тут вот, смотрите, здесь вот есть небольшое количество преддоминантных яичников. Это вот на этой картинке... Это вот эта вот стадия. Затем у нас возникают такие средние антральные яичники, малые яичники, которые могут вступать в стадию дозревания, если ничто им не мешает. И затем возникает такой вот большой доминантный фолликул. Фолликул, да, это фолликул все. И, собственно, вот этот вот фолликул, он затем в результате цикла менструального, он лопается, и из него как раз выходит желтое тело. В ходе старения у нас истощается полеи, а в реальный пол у нас меньше фолликулов могут производить яичники. И фолликулы, как правило, очень маленькие. В случае с СПКЯ у нас не то, не сё. У нас средняя ситуация, когда яичники, они как бы останавливаются на определенной стадии. они доходят до средней стадии, то есть они немножечко подрастут, а затем останавливаются в своем развитии. Простите, а вы средняя картинка истощает? А? Средняя картинка – это когда происходит истощение авариального резерва. Вот. Собственно, что у нас здесь происходит с гормонами? Если вот взять за изначальную ситуацию нормальный цикл, то в случае, когда у нас истощается авариальный резерв, то есть когда наступает менопауза, у нас понижается весь пол гормонов, такие как прогестерон, эстрогенный тестостерон. А затем у женщин, у которых наступает синдром поликистозных яичников, прогестерон снижается, а тестостерон очень сильно увеличивается. И поэтому один из симптомов, связанных с синдромом поликистозных яичников, как их диагностируют, вот можно разобрать на примере здесь. Если у женщины имеются симптомы клинической андрогении, это то есть, ну либо волосы растут не там, где надо, или что-то еще происходит. Или аллопеция по мужскому типу, или это связано с появлением угревой сыпи, когда гормон тестостерона приводит к тому, что сальные железы, они больше продуцируют, ну, они больше, сильнее растут, там поселяются микробы, это приводит к возникновению угревой сыпи. Это тоже симптомы андрогении. Так вот, если есть клинические андрогении, и это при этом имеется анавуляция, либо олигаминория, то ставят синдром поликистозных яичников. А если же у женщины только олигаминория, но нет гиперантрогенизма, и происходит овуляция, смотрят тазовую эхокардиографию, и на этом фиксируют, сколько у нее яичников. Если у нее нормальные яичники, значит, искать причину в другом. Однако, если у нее мультифолликулярные яичники, или поликистозные яичники, то ставят синдром поликистозных яичников. Однако, если у нее просто много яичников, это не служит основанием для того, чтобы ставить ей IstPK. Вот. Тут понятно? Да, единственное, лучше спокая говорить полностью, а то не все могут услышать и понять, что такое спокая. Спокая, да, спокая. Синдром поликистнозных яичников. Так вот, более подробно как это происходит. Вот при нормальной овуляции примордиальный фолликул, который потом растет, он выбрасывается в результате овуляции. И, по идее, вот тут вот, если возможно оплодотворение, то здесь вот самая благоприятная стадия. Затем, после разрыва фолликула на его месте образуется корпус лютиум или желтое тело, которое, собственно, потом рассасывается, и на его место приходят новые фолликулы, которые затем повторяют цикл. Что происходит при спокая? При спокая происходит следующее. У нас растут фолликулы, затем останавливаются на определенной стадии, когда они достигают примерно 10 мм, не больше. И дальше их развитие останавливается. При этом происходит накопление их в яичниках. И, собственно, это служит симптомом при синдроме пелекистозных яичников. Как это все регулируется на уровне гормонов? Вот в случае, когда мы говорили про антимюлеровый гормон, да, то здесь он играет решающую роль. Антрогены, ну вообще про антимюлеровый гормон вы знаете, наверное, что это такое. Все знают, что такое антимюлеровый гормон? Все молчат, наверное, не знают. В общем, это гормон, который, собственно, отвечает. Вот есть у женщин такие мюлеровые канальцы. И антимюлеровый гормон отвечает за то, что эти канальцы, они как бы, он их сужает. Вот в случае с фолликулами это как раз происходит, ну, следствие того, что они не растут дальше. И вот антимюлеровый гормон, его клеточная регуляция выражается в следующем, что при проникновении в клетки горнулема, они же клетки сиртоли, по-моему, происходит его взаимодействие с ароматазой, которая затем ингибируется и производит меньше эстрогенов. Поэтому в случае с синдромом поликистозных яичников на самом деле можно фиксировать, только можно не фиксировать все перечисленные вот эти вот клинические картины. Достаточно померить АМГ. И вот очень высокий АМГ, он как раз связан с тем, что фолликулы не дозревают. Вот. То есть сейчас АМГ даже называют таким счетчиком фолликулов. Вот. И АМГ, он как раз регулирует выработку эстрогена на том уровне, что он ингибирует ароматазу. Также это все связано и с EGF, EGF-1, который вот Дима Веременко, он очень хорошо считает, что именно это является очень важным фактором в солении. Антимюллировый гормон через каскад реакции приводит к тому, что увеличивается на самом деле... Это приводит к инсулинорезистентности. Пока что непонятно, по каким путям конкретно, но вот здесь есть такая взаимосвязь, что у женщин с синдромом поликистозных яичников именно через антимюллировый гормон... Повышается EGF-1? EGF-1 не знаю. Просто если, например, он повышается, то он может конкурировать с рецепторами инсулина. И, соответственно, поэтому может быть инсулинорезистентность, потому что он тоже связан с рецепторами инсулины. Да, да, да. То есть через взаимодействие с EGF-1 он может повышаться и его концентрация. Концентрация инсулинает к инсулинации в воде. А? Концентрация инсулинает к инсулинации в воде. Да, 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 да. Вы можете даже не делать УЗИ на самом деле. Ну, можете проверить меня, конечно, но если у вас будет очень высокий АМГ, то это наверняка у вас будет больше 10 фолликулов. Простите, пожалуйста, а в корме у тебя это еще раз в зависимости от возраста? Да, 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 да. Да, АМГ, помимо этого, связан с овариальным резервом. Его также считают, помимо счетчиков фолликулов, его также считают и показателем овариального резерва. Сейчас я к нему вернусь, сейчас я к нему вернусь. Зайдите здесь. Почему его считают показателем овариального резерва? Вот смотрите, если его очень много, это значит, что овуляции не происходит. Однако, ну, и опросуются, собственно, поликистозные яичники. Однако, если его очень мало, это значит, что фолликулы, которые могли бы с ним взаимодействовать, ну, то есть он непосредственно связан с числом фолликулов. И если фолликулов очень мало, то и АМГ мало. А если фолликулов много, то это как раз его много. Но в данном случае это связано, если его на определенном уровне, это нормально. Да, 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 да. Но там вот смотрите, там везде было низкий АМГ. В конечной стадии был очень низкий АМГ. А если высокий АМГ, это значит, что фолликулов в яичнике находится очень много. А это связано, это ненормальная ситуация. Это как раз вот СПКЯ. Как раз его вопрос, как на него воздействовать. Да, да. Сейчас, может быть, будет где-то у меня. Это вот как раз, кстати, очень новая тема, потому что антимюлеровый гормон, его даже в клиническом анализе, вот синдрома поликистозных яичников его нету, да. Но поверьте, он должен быть, он будет скоро. Уже обсуждают и выпустили статью вот в том году по КОС, Ревайз, там. То есть, ну, пересматривают клиническую картину. Так вот, как происходит реакция АМГ, антимюлерового гормона? Вот в стадии, когда у нас, ну, девочка, еще очень маленькая, да, младенец, у нас клеток сиртоли, которые взаимодействуют с ФСГ, у нас на них вообще нету рецепторов к антрогенам. И антимюлеровый гормон, он регулируется только через ФСГ. Здесь, на самом деле, ну, вообще АМГ, он везде регулируется через, либо через ЛГ, либо через ФСГ. То есть, каскад, связанный с гонодотропиной, релизинг гормоном, он приводит к тому, что регулируется АМГ. И в данном случае вот этот каскад, он происходит через несколько молекул-переносчиков. Ну, вернее, через посредников, да, правильно сказать, посредников. Тут играют роль как и клетки лейзинга, то есть клетки ТЭКИ, да, так и сиртоли, клетки корнолеза. И они вот опосредованно, вот через взаимодействие друг с другом, они поддерживают баланс АМГ на определенном уровне. Если что-то выходит из равновесия, то это приводит к изменению АМГ. Поэтому АМГ является очень хорошим показателем, что что-то не в порядке с поддержанием баланса. Так вот, и как же на это взаимодействовать? Вот, как раз, через гипоталамус. Тут везде корень, кроется проблема в гипоталамусе. Пока что точно не знают, как это все можно отрегулировать. Однако мы точно знаем, что это происходит в результате старения и в результате, собственно, синдрома поликистозных яичников и нескольких других болезней. Наверное, в результате еще лечения самого синдрома поликистозных яичников? Наверное, в результате самого лечения тоже можно отрегулировать? Да, можно, но не сильно на самом деле. Потому что, ну вот, есть такое лечение синдрома поликистозных яичников через прием метформина. Когда мы некоторые стадии, ну там вот инсулины, инсулиновый рецептор, они тоже замешаны. Так вот, и мы можем с помощью метформина отнормализовать работу менструального цикла, однако антимиллировый гормон в данном случае все равно в норму не придет. Потому что он регулируется не только этим, он регулируется напрямую гипталамусом. Через... Я не нашел пока что. Я пока что не нашел. Может быть, вот, Денис, есть препараты на АМГ влияющие? Да. Я читал, что метформина слегка влияет, но надо... Он слегка влияет, он слегка влияет. Но это, я говорю, это регуляция, она оказывается посредством нормализации небольшого, небольшой нормализации цикла. В некоторых клинических испытаниях с помощью метформина лечат. Лечат, да, но... И не вылечивает. Не всегда, обычно это комплексная терапия, это не альнис. Да. Потому что она очень долго работает именно над самим циклом. Но, однако, вот, даже при лечении с помощью метформина, там все равно почему-то... Ну, вот, я видел, что исследование, что все равно это приводит к небольшому понижению, но все равно завышенному уровню АМГ. Вот. Собственно, АМГ-зависимый фолликулогенез. Как это все происходит? АМГ, он сам по себе гормон, который определяет начальную стадию фолликулогенеза. И иногда ее называют даже... Все понимают, что у нее это речи. Да. Как это? А? А? А что такое фолликулогенеза? Нет, понимаете, да, мы могли бы расподлить Туркии, аспектно. Но вот фолликулосигурная гипотезарная гипотезарная гонадная ось. Ну, каждая ось можно рассматривать по отдельности. Но я упомянул это. А будет ли у вас еще две лекции про циркальный ритм? Можно. 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 Можно, да. Ты, пожалуйста, допустим, что за ось. Что за ось? Знаете, вы на чем сказали? Какие ось вы меняли? Ну, вы выходили. Вот. Ну, вы можете знать. Вот. Кто за ось? А, никто не знает, что за ось? Нет, вы понимаете, что значит гипотезарная гонадная ось? Нет. 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 Это значит... А, вот человек, который почерпал тысячу статью и статью выставил. Нет. А это... Какие ось это бывают? Ну, вот когда в начале я показывал картинку с... Саша, ты про разрешение патезарной осью? Нет. Вот. Смотрите. Здесь есть различные ось. Есть гипотезарная гипотезарная гонадная ось. По-русски? Давайте я описываю. Я описываю. Смотрите. Идёт регуляция организма по разных больших направлениях. Вот здесь не просто горбончик идёт, а целая лейкада... Тр-р-р-р... Туда и обратно. Да. И... И решили считать... Вот возьмём три ось? Это такие важные, важные регуляции, системы регуляции, Эйдерем рассматриваем. А каждый отвечает за определённый набор функций. Например, вот, покажи, гарантирую. Например, вот гипотезарная гонадная ось. Да. Или гипотезарная гонадная ося. Что надо делать? Что? Откуда, куда кто едет? Вот, 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 это ЛГФСГ, вот это вот одна ось, может, да, другая ось, она регулирует рост человеческий, это гипоталамогипофизарная, ну, соматотропная ось, по-моему, она так называется, надпочечниковая ось, которая тоже через кортикостероиды потом возвращается в головной мозг через гипокам, это своя ось. Адрином, короче, каталоги. Очень хочется про надпочечник и подпускательный лекарь, делайте еще для лекарств, пожалуйста. Ой, ну я в чехе, скажем еще. Ну, ладно, мы сделаем, да. Услуживайте вам. А, знаете, что, у нас будет вообще про мозг, про мозг, вот, как раз, вот школа, где мы будем читать лекции с 1 по 1 по 5 июля у нас в Facebook, ну, вообще посмотреть ссылки, зайти на меня, мигурбатит, там, каким-то сложным образом, а? С 1 по 5 июля, да, и мы сюда приехали, и мы более детально будем всем рассказывать, вообще, все, что как устроено, и что нужно сделать, чтобы стать умнее, как минимум, чтобы меньше стареем мозг, приезжать там к острову, а так мы делаем много мероприятий. Вот, ну ладно, не выключу я, да, не сегодня, но я только эту ум. Да. Нет. Ну, собственно, вот с АМГ, с АМГ, давайте вот еще от АМГ, кратко, немножечко, уже хочу заканчивать. С помощью АМГ как раз останавливается регуляция роста фолликула, потому что инфибируется ФСГ. И исследование, которое, вот, я понимаю, что вам тут ничего непонятно, это… А это нейрогенез, да, визу или что это? Это нейрогенология, да. Это смотрели, как, собственно, какие есть рецепторы в гипоталамусе. И вот, собственно, что выяснили, что антимюлеров гормон, он, оказывается, это новый такой, новая его роль в регуляции гипоталамуса. Он, оказывается, помимо того, что он определяет независимый от гипоталамуса рост фолликулов, он также и влияет на сам гипоталамус, сигнализируя ему, что надо синтезировать новые гормоны, например, ФСГ или ЛГ, и продолжать рост фолликулов. Однако, если нарушается вот эта вот взаимосвязь АМГ и гипоталамуса, то это приводит к тому, что гононтропин-релизинг гормон, он не приводит к высокой выработке фолликулостимулирующего гормона. А можно еще раз антимюлеров гормон где образуется? Антимюлеров гормон образуется, по-моему, ну, он вот в половых железах, он в половых железах основную роль играет. Да-да-да-да, он в фолликулах, он в фолликулах образуется, насколько я помню, да, в фолликулах. Точно не помню, вот, по-моему, в фолликулах, но вот вроде как вот в этой статье я читал еще что-то, он в мозге тоже какое-то количество его образуется, но я точно не уверен, и вот это надо проверить. Но то, что вот в коре фолликулов, в горнулезной ткани он образуется, это точно. Вот я вспомнил. Так вот, это вот новая роль, которая открыта за АМГ. И поэтому все-таки я вам советовал, что если есть какие-то проблемы, обратите внимание на этот гормон, несмотря на то, что гинеколог советует еще посмотреть хотя бы русскоязычные статьи по поводу этого. Так вот, и уже ближе к заключению, хотел бы сказать, что вот привести цитату немца одного Росмонита, который вот написал следующее, что возрастная динамика секреции гонотропинов у постменопозуальных женщин, она подтверждает эти изменения как функции старения. То есть, ну, все регулируется через гиппокамп. Вот если мы рассмотрели вот ось репродуктивной функции, то увидели, что она очень сильно контролируется гипоталамусом и системой обратных связей, которые с ним связаны. А мы решили несколько слов назад, где вот кондейерные схемы, как синтезируются различные гормоны, начиная от гиппоказа, где-то на почечнике, по нему отходите. Я правильно понимаю, что, ну, понятно, что есть отрицательные гиппоказа, что проблема заключается в том, что вот эта вот, когда назад, она, по мере старения, она как раз регулируется. Он не только теряет чувствительность, он еще и, ну, как бы, понимаешь, не гиппоказа регулируется, в первую очередь, вот этими всеми гормонами, да, а гиппоталамус регулирует это все. И сейчас я покажу... А воздействовать, если это именно терапевтирует, лучше на атеросклероз, который может привести к потере чувствительности, или на нейрогенез гиппоталамусе? Я сейчас скажу, что нейроген... Да, это... Это связано со старением гиппоталамуса, и само старение гиппоталамуса, оно регулирует процесс нейрогенеза тоже. То есть, сейчас... Очень крутая статья, которая вышла в Nature, и не просто так вышла в Nature, она, хоть и чрезвычайно сложная, но заключается в следующем, что гиппоталамус сам по себе, он, его старение, оно связано с тем, что внутри него происходят микровоспалительные процессы. Эти микровоспалительные процессы связаны как с такими функциями, как аутофагия, когда нарушается внутриклеточная деградация белков, за что, собственно, в том году была вручена Нобелевская премия за изучение процессов аутофагии. Это вот сейчас вот прям хай-тек, хай-тек. И вот это вот старение гиппоталамуса, оно именно определяет системное старение. И именно это авторы назвали причиной системного старения. То есть отчасти, отчасти аутофагия, отчасти это микровоспаление, отчасти это связано с тем, что происходят нарушения окислительные различные. Аутофагия, это внешние процессы? Они как и внешние, так и внутренние. Аутофагия. Аутофагия – это внутренние процессы. Но смотрите, если мы очень много едим, то есть овер-ит, у нас такое переедание, то у нас в результате этого больше белка нужно декоратировать внутриклеточно. Если у нас много белка надо декоратировать внутриклеточно, то аппарат, который отвечает за эту декоратацию, он будет перегружен. И в результате этого, вот когда на фабрику очень много материала запускают, она переработка, там электростанции перегружены, авария происходит. Вот что-то типа этого происходит в гипоталамусе. Это не только с диетой связано. Понимаете? Это все, да, и вот все это связано с гипоталамусом. Не только аутофагия, не только аутофагия. Смотри, смотри, что происходит, что они сделали, как они омолодили, как они увеличили продолжительность жизни. Здесь хоть и немного, но на 20% это значительно. А еще что они сделали? Скажу сейчас. Они... На крысах вон рейт написано. А, это другое. Не-не-не-не-не. Судя я просто разглядел, да, все. Они делали туда... Вот знаете, есть такая процедура стимуляции фоллиокологенеза, да? Стимуляция овуляции, может быть, слышали. При этом происходит сначала подготовка этого процесса с помощью вприска туда фолликулостимулирующего гормона, а затем туда вбрасывается гонадотропин-релизин гормон. То есть таким образом как бы симулируется нормальная работа гипоталамуса. Вот они фактически... Мы в шаг сделали, да? Вот дикие мыши дикого типа тысячу дней живут как раз вон тысяча цифр. Да, да, да. Вот это вот без мутации, без всего. Вот просто за счет того, что симулировали нормальную работу гипоталамуса у мышей дикого типа. Уже старых. Когда уже эта функция должна нарушаться. Они же ингипировали там, как сказать, как у них как раз. Да. Вначале они именно это и делали. Вначале они именно это и делали, а потом у них пришла идея, а что если мы это сделаем, симулируем нормальную функцию? А, то есть там был грамотный процент управления, а здесь два, а уже другие. А что значит симуляция нормальная нормальная функция? То есть вот смотрите, когда вот, ну вот как я сказал, что там определенная помпа, да, есть определенный ритм работы гипоталамуса. И вот это вот все систематическое старение связано с тем, что десинхронизация происходит. Они симулировали эту, ну не стимулировали, а симулировали, то есть симуляция нормального процесса. То есть они впрыскивали, вот, да. Саня, объясни, что они сделали, кто они, кто, чего, куда сделали, что с мышами сделали? Живые, а можно перед этим про аутофагию? Судя по графику, все умерли. Что происходило? Ученые, что сделали с мышами? Что они, дружили? Они имитировали нормальную работу гипоталамуса. И мы еще стали дольше жить. На сколько процентов? На 20 процентов. На чего себе? Это очень много. Можно человеку так симулировать? Вот насчет этого, да. Они, по-моему, даже запатентовали этот способ, и вроде как сейчас проходят какие-то… Я на нее потерь, что там у меня потерь? Ну, верхний график, как раз это верхний ПП и консерта, да? Да, 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 да. Это как раз те модифицированные линии, где они имплипировали или апрекуировали? Да, 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 да. Но потом они сделали все это с имитацией нормальной работы гипоталамуса. То есть это другой график? Это другой график, это уже не то. Они именно гонадотропин-релизинг гормон? Нет, они именно гонадотропин-релизинг гормон. То есть они будут воспитывать? Да, да, да. И даже это помогло? Даже это помогло, даже это помогло. Ну, может быть. Ну, интересно, почему-то один аспект будет проверять. Почему нельзя комплексно, просто и то, и землое, посмотреть? Это интересно. Да, конечно. Велосипа, по-моему. Да, да. Разве я не понимаю, что стимуляция одной оси, как это, есть стимуляция гипоталамуса, которая дальше синхронизирует все остальные? Не совсем, не совсем. Это не стимуляция гипоталамуса, это симуляция гипоталамуса. То есть это имитация нормальной работы. А обратное может быть, да. Обратное может быть взаимодействие, да. Может быть, да. Да. Это вот давайте вот на школу приезжайте, об этом поговорим. Ой, мне кажется, нет. Циклодикстрин? Нет, мне кажется, нет. Ой, дальше. Вот по поводу старения гипоталамуса, это, конечно, проблема аутофагии, и в ней именно надо копать. Мог бы рассказать, с чем она связана и как она… А МТОР зависимый или можно МТОР независимый? Это МТОР независимый процесс. МТОР независимый аутофагии, да? Да. Это скорее… Можете посоветовать гипталамусу? Нобелевских лауреатов, почитайте. Но именно аутофагии? Нет, а не аутофагии в целом. Да, можно я скажу пока слово как раз про аутофагию, да, и заодно. Но у нас через 1-го числа мы будем праздновать день рождения Михаила Батина. И у нас будет лагерь в Костроме. Мы его называем «Юношки лагерь для взрослых». Вот. И он будет посвящен школе антистарения мозга. Мы там хотим с полным погружением сделать. То есть с утра. Это медитация, ходьба. Медитация, потому что доказано. Это нейропротектор. Вот. И потом у нас будет занятие, лекции, тренировки для мозга. То есть мы будем тренировать мозг, тесты сдавать перед этим, и анализы сдавать перед этим. И тесты. И потом в конце проверять, как в итоге изменились анализы, изменились ваши тесты, что вы натренировали. И плюс по поводу всего в этой школе мы хотим дать знания, как сегодняшними способами, то есть сегодняшними открытыми методами, можно уже выйти из школы, пойти домой, обратиться, например, в какую-нибудь лабораторию, сдать какие-нибудь анализы, использовать какие-нибудь лекарства, использовать какие-нибудь средства образа жизни и так далее, и так далее. И заметно улучшить свои когнитивные способности, если они у вас ухудшались, если были уже причины, да, то есть не разогнать их, а, например, у кого, кто замечает, что у него уже память начинает страдать, еще что-то. То есть эта школа будет посвящена исключительно практическому антистарению мозга. Ну, а первого числа мы будем праздновать, помимо учебы, будем еще праздновать день рождения. Да, по поводу аутофагии, в этой школе как раз будет, я буду читать большую лекцию, которая мне уже самому очень надоела, я уже очень от нее устал, но она на самом деле очень важная, многие по ней узнают, это как раз-таки про аутофагию, которая связана с инвестиционным подобным фактом роста, по аутофагии. И это будет большая лекция, она будет подробно разбираться, начиная от низших животных, потом продолжая грызунами, приматами, людьми и так далее, разными моделями, как эта аутофагия работает и какие она эффекты несет, что она вообще может. И, в общем, очень интересно будет. Вы сейчас приоткроете занавес, что же можно делать, чтобы обалаживаться? Смотрите, я все-таки хотел бы сказать, что аутофагия – это очень сложный процесс, и там много разных факторов. Как, например, то, что нарушается сосудистая регуляция, это приводит к тому, что нарушается клиренс, очистка, очистка униклеточного пространства, очистка клеточного клеток, как самих по себе, то есть накапливаются токсины, и это тоже отчасти нарушение работы аутофагии. То есть, ну вот, Тимон будет про IGF-каскад рассказывать, да, про инсулиновый каскад, да, но аутофагия – это очень многократные процессы, там не только, там очень много, на самом деле, взаимосвязей. Ты не споришь с лекцией, которую еще нет? Нет, я не спорю, я просто призываю к тому, чтобы не только изучайте все, изучайте больше путей. Вот, заодно мы в школе расскажем, очень интересная будет лекция, она длинная будет состоять из нескольких лекций. Вы знаете, наверное, кто знает из вас, что такое ноотропы? Наверное, многие как бы знают, кто-то их применяет, все, да. Будет как раз-таки лекция рассказывать очень что такое ноотропы, и вообще последствия их применения, как мы вообще к ним относимся, и что мы считаем лучшими ноотропами вообще. То есть, вас очень многое очень сильно поразит, изменится очень сильно мировоззрение, мы вам покажем действительно настоящие, сильные, работающие ноотропы. И это далеко не всегда то, что можно выпить, а иногда то, что можно сделать. Или что можно померить и исправить. Вплоть до, например, очень сильным ноотропом могут быть элементарные анализы, которые вы сдадите и исправите. И это может быть очень сильным ноотропом. Вот. А то, что мы, как правило, считаем за ноотропы, очень часто это вещи, которые небезопасные. Ну, то есть, это будет тоже очень интересный материал по этому тоже. Вот в школе. Саша, ты хочешь еще что-нибудь сказать? Поблагодарить хочу всех. Да. А вы к вопросам перешли, да? Закончилось? Да. Да, пусть можно уточнить, что ли? Закончилось у нас? Да. Большое вам спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Там даже есть такое понятие, как внутриклеточные рецепторы. Как правило, взаимодействие идет посредством них. И когда происходит понятновение внутриклетки, в дальнейшем идет процессинг. И вот этот процессинг освобождает некоторые факторы, транскрипционные факторы, так называемые, в результате вот этого процессинга освобождается. И потом, если транскрипционные факторы, в результате связывания со своими внутриклеточными рецепторами приводит к той самой регуляции транскрипции. Это все как раз через жебелок связывающий рецепт и через гормональные воздействия к гипоталамусу в том числе. Что будет, если он будет стимулировать нейрогенез именно в гипоталамусе? Вот, почитай, обязательно микровоспаление в гипоталамусе. Пока сейчас же вроде как нейрогенез однозначно доказан в гиппокапе. Я просто смотри, я читал исследование, где с помощью доказа гексоэнодокислоты в больших дозах допускали нейрогенез именно в этой области. У шеи. У шеи, да. Да, у человека и человека. У них, во-первых, пищевое поведение полностью поменялось, они стали меньше лезть. Извините, я уже, наверное, все, я уже побежать должен. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.